Добрый день. Программа «Из первых рук». С вами Эльмира Ажанова и представляю нашего гостя Амина Нурманова, главный специалист Управления по защите прав детей. Добрый день еще раз. Амина Мадина, подытоживая итоги 2013 года, главным достижением в работе вашего ведомства, что вы можете отметить? Управление по защите прав детей в Октябрьской области в 2013 году проведена очень большая работа. Можно отметить наше достижение то, что в прошлом году, в 2013 году, внесены были изменения по вопросам обеспечения прав на жилище детей-сирот и детей, осталось без попечения работы, некоторые законодательные акты. И вот основа была именно вот этот закон. Управление по защите прав детей разработали комплексный план по обеспечению детей-сирот и детей в УПР с обеспечением жильем на 2014-2016 год. То есть за два года будет идти плановая, планомерная работа, да? Какие-то вот были критерии, сколько детей, кстати, в этом проекте? Планируется, да, в комплексном плане планируется обеспечение жильем 339 детей-сирот и УПР. Вот стопроцентно по комплексному плану будут обеспечены жильем дети из РГСовских районов и Шалкарских районов будут стопроцентно обеспечены жильем. Обеспечение жильем, естественно, идет постепенно. На 2014-й год планируется 66 детей-сирот и УПР, чтобы были обеспечены жильем. То есть это все на контроль управления по защите прав детей. Вот вы говорите 339 детей. Какие критерии отбора были, чтобы вот именно эти дети вот именно на эти вот два года ближайшие? То есть критерии были в том плане то, что смотрелось именно, даются заявки, что вот именно данная категория детей и рассматривать буквально все. То есть все нуждающиеся дети вот ставали на это. Здесь, я думаю, уместно будет сказать о возрастных ограничениях. Если раньше вот у нас были ограничения до 23 лет, да? Да, уже с 2011 года до 20. 9 лет. То есть это будет способствовать тому, что больше человек могут рассчитывать, да, на получение жилья. Скажите, сколько человек к вам обратилось за помощью и какого характера это было? Ну вот в прошлом году к нам обратилось 269, поступило 269 обращений. И вот вопросы были разного характера. И вопрос образования, жилья, трудоустройства. Вот по трудоустройству можно сказать, что управление тоже провело большую очень работу. Мы заключили меморандум с Хромтаусским Касхромом. Они в прошлом году, 15 выпускников Алгинского детского дома, поступили в горно-обладительный колледж. Учатся они там бесплатно, питанием, проживанием обеспечено. И вот по окончанию этого колледжа они будут трудоустроены, все вот эти 15 выпускников. Вот вы еще говорите по вопросам образования. Вот какие условия создаются именно в вузах, в СУЗах, да? Количество мест. Каким образом вся эта работа? Вы отслеживаете, да, этот процесс? Как ваше ведомство? Да, у нас вот поступают, у нас, допустим, каждый колледж, каждый институт старается, естественно, они должны идти на уступки. У нас у них есть льготы именно для этой категории детей на обучение. Потом питание бесплатное у них организовано. Зачастую к вам кто обращаются, сами дети или родители? Вы как специалист этого ведомства можете как-то проанализировать, дать оценку тому, что сейчас активнее стали люди, да, обращаются? Или вот какой-то вот сравнительный анализ? Ну, по сравнению с 2012 годом, в 2013 году к нам больше уже обращаются. Это говорит о том, что люди уже информированы о том, что есть такое управление. То есть проводится с нами большая разъяснительная работа о том, что вот какую помощь они могут у нас получить. Это и консультации, это и участие в судах, мы принимаем в суде участие, в качестве третьих лиц. То есть вот таким вопросом. Вот мы говорим о самом областном центре. А как обстоят дела в районах, селах отдаленных, дети там? Насколько они чувствуют себя защищенными, их права соблюдаются? Вот наши специалисты тоже, мы выезжаем в районы, там тоже проводим разъяснительную работу. О том, что у нас в Ахтюбе есть Управление по защите прав детей. Они вот сначала решают вопрос на уровне района, то есть районных отделов образования. Там тоже есть отделы защиты прав детей. И вот если на это, также они могут обращаться и к нам напрямую. Ну, если там, допустим, они у себя считают, что как-то более дополнительную какую-нибудь информацию, консультацию получить, все могут обратиться и к нам в Управление по защите прав детей на телефон доверия 56 27 21. И мы находимся по адресу улица Роскова, 190. Спасибо. Продолжим разговор после того, как мы примем телефон на звонок. Добрый день, вы в прямом эфире, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. У меня четверо детей, я мотать иночка. Я в очереди стою на жилье. 2010 год, по-моему, я с апреля, что ли. Вот, у меня старшему уже 19, теперь они мне говорят, что я не многодетная. Я уже стою 4 года, теперь сколько мне ждать? Вы какой по счету стоите, скажите? Нет, недавно я смотрела, 900 с чем-то. Точно не помню. То есть у вас вопрос, можете ли вы претендовать на жилье, несмотря на то, что старшему ребенку исполнилось 18 лет, да? Да, да. Спасибо. По данному вопросу вы как раз можете позвонить к нам на телефон доверия 56 27 21. Мы созвонимся к ЖК, ЖК, коммунальный хозяйственный, и обязательно вам дадим ответ по данному вопросу. Почему они не принимают? А вообще по законодательным актам это возможно, да? Несмотря на то, что старшему ребенку 19 лет исполнилось уже. Ну, естественно, в каждом законодательном акте есть какие-то свои изменения, дополнения, какие-то критерии, поэтому возможно, да, и такое. Амина Владимировна, вот что касается патронатного воспитания сейчас в нашем регионе, в частности, насколько развито это направление, да, по сравнению с другими регионами, вот в этом плане какие новшества есть? Вот сейчас у нас идет очень большая работа по данному направлению. Сейчас наши специалисты выезжают, вот это, как я говорила, и в районы, также проводят встречи с родителями, с опекунами, с организациями, вот, допустим, Центр адаптации несовершеннолетних у нас тоже есть, вот там проводят именно разъяснительную работу по патронатному воспитанию. То есть в перспективе, в планах на будущее, вот здесь расскажите. Естественно, да. В перспективе у нас, допустим, на 2014 год мы сейчас планируем обязательно вот это реализация комплексного плана, выполнение его стопроцентного, и второе – это открытие больше домов семейного типа, чтобы каждый, ну, ребенок мог приобрести, жить действительно как в семье. По продолжим разговор, есть еще один телефонный звонок. Добрый день, мы в прямом эфире, слушаем вас. А, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я вижу вашего гостя и хотела бы поблагодарить искренне вот это вот управление, потому что они делают большую, огромную работу на самом деле. Я принимала от них помощь, мое имя Жанзира. Было одно время, когда мне было очень тяжело отправить детей даже элементарно в школу. Муж был безработный, жили на квартире. На квартире нужно было предоставить справки, потому что эта школа отказывалась принимать, а время шло, и они одним звонком, переговорив, устроили моих детей в школу. Директор их принял. А когда немножко вот уже ситуация изменилась, я предоставила все документы, поставила их на ней. То есть вы хотите выразить благодарность? Я бы хотела выразить огромную благодарность. И вообще спасибо, что у нас есть такие люди, которые искренне прямо аж потом перезванивали на домашние звонки, я принимала от них помощь материальную. Большое, огромное человеческое спасибо за их проделанную работу. Спасибо, до свидания. Что ж, на этой такой позитивной нотке, которая говорит о том, что ведомство нужно людям, что ведомство работает. Хочу вас поблагодарить, что пришли, уделили нам время. Успехов вам, всего доброго. Спасибо. Уважаемые зрители, я напомню, что в гостях у нас была главная специалист управления по защите прав детей Амина Нурманова. Я же с вами прощаюсь, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин